Утро на первом, мы на месте. Тринанс за руководством, включили ряду, тускло, вылезно. Изопринято, уезжаем. Очередное ДТП с участием городского пассажирского транспорта произошло на проспекте Рыскулова. В этой аварии столкнулись два пассажирских автобуса, двигавшиеся по 19 и 58 маршрутам. Водитель 19 автобуса рассказал, что столкновение произошло из-за грузовой техники, стоявшей на одной из полос движения. Мы оба проезжали там рядом с автокраном. Места оказалось мало, и мы зацепились. Впрочем, водитель второго автобуса заявил, что столкновение произошло по вине водителя от 19 маршрута. Он выехал на мою полосу движения, стал понемногу меня зажимать. Я постепенно останавливался, потом нажал на тормоз и стал ему сигналить, но он не обращал внимания. И потом вот так получилось. В результате этой аварии никто из пассажиров не пострадал, но обоих водителей автобусов руководство сняло с маршрутов. Теперь, кто виновен в ДТП, выясняют сотрудники административной полиции. Еще одна авария также с участием пассажирского автобуса случилась на улице Гулати. Здесь столкнулись автомашины Део Джентре и пассажирский автобус. Обе автомашины двигались в одном направлении, и авария произошла по вине водителя автобуса, не соблюдавшего необходимую дистанцию. Не успев среагировать на экстренное торможение легковушки, автобус врезался ей в багажник. Теперь водителю автобуса придется возмещать ущерб, нанесенный легковому автомобилю. Подробности ДТП выясняет выездная группа полка дорожно-патрульной полиции. Вечером примерно в 22.30 наезд на пешехода полицейские зарегистрировали на улице Ельшебек-Батыром. Здесь под колеса автомашины Ауди попал мужчина. Пешехода с травмами врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Но по последним данным от полученных травм он скончался в больнице. Там жена этого мужчины тормозила такси, потом махнула ему. Он побежал к такси, не глядя по сторонам, и машина его сбила. Эта машина ехала с противоположной стороны, куда он не смотрел. Ехала она со скоростью где-то 40 км в час.